Мир вам! В твоем руководстве, в твоем благословении на вечернее служение. Благослови нас. Мы знаем, что ты уже приготовил и пищу духовную, мы знаем, что ты уже слово приготовил, поэтому благослови братьев, которые будут твое слово передавать. И нас благослови, чтобы воспринять слово твое, запомнить его и исполнять в своей жизни. Благослови в этом. И нам помоги осознать нашу ответственность перед тобою, услышать твои слова и исполнять. Благослови их, хор, участие хора. Просим о том, чтобы ты и поддержал тех, кого нет с нами, кто не смог прийти, особенно кто находится в болезни. Поддержи таковых и укрепи их веру и упование на тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Номер 18. Брат, напомни мне опять звуки слов любви. Брат, напомни мне опять звуки слов любви, Чтоб я сердце мог понять, Брат, напомни мне опять звуки слов любви, Чтоб я больше посмотрел, а 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 и 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 Славь День Христа! Славь День Христа! Славь День Любовь Христа! Славь День 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 Христа! И очень важно, доверяемся ли мы Богу в таких ситуациях или нет. И хотелось бы прочесть еще один стих, и мы помолимся. И написано это в книге пророка Исаии в 40-й главе. С 28-го стиха по 31. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Хотелось бы также напомнить вам, дорогие друзья, о жизни Давида. Когда он увидел этого могучего воина по имени Голиаф, и он сказал просто, я пойду против него. И Бог дал ему в сердце покой, а в конце даровал победу. Мы встретим различные проблемы в своей жизни. Но это будет наш выбор. Нашим победителем, нашим помощником будет Богом или человеком. И тогда наш выбор, кто же будет нашим помощником, кого мы выберем, или человека, или Бога. И когда Давид встретил этого Голиафа, то тогда Давид знал, что Бог не изменяется. Бога невозможно сдвинуть с трона. И Бога невозможно остановить. И именно такому Богу мы служим. Пусть Бог вас благословит и сохранит вас. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, Благодарны Тебе за этот день. Благослови это время. И мы благодарим Тебе за все, что Ты сделал в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Субтитры. Аминь. 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 Иисуса, Он силу пошел, Он хочет тебя поддержать. Смотри на Иисуса, Его проведет, ты будешь Его прославлять. Когда и устанешь на трудном пути, ты друга вокруг не найдешь. Не бойся, Он крест мой поможет исти, и вместе с тобою пойдет. Смотри на Иисуса, Он силу пошел, Он хочет тебя поддержать. Смотри на Иисуса, Его проведет, ты будешь Его прославлять. Пока Иисус, 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 приблизится друг, не бойся, Спаситель с тобой. Смотри на Иисуса, Он твой верный круг, Тебя придет он домой. Смотри на Иисуса, Он силу пошел, Он хочет тебя поддержать. Смотри на Иисуса, Иисус, и Бог проведет, Ты будешь Его прославлять. Незаметно дни бегут за днями, Догорает в времени свеча. Я в молитве вновь и вновь склоняюсь Перед тем, кто за меня страдал. Подхожу к престолу благодати, Полагаю руку на уста. Ты помилуй и прости, Создатель, Твой совет порой я нарушал. Ты помилуй и прости, Создатель, Твой совет порой я нарушал. Пред Тобой хочу благодавенье, Совершать спасение свое. Чтоб исполнены любви, Смиренья, На Христа похож я был во всем. Разуми, исполни благодатью, Я снова милости прошу. Милосердный все благодать, Создатель, Не отриню слышь мольбу мою. Милосердный все благодать, Создатель, Не отриню слышь мольбу мою. На ладонях Творца Твое имя начертано было, Еще прежде быть я, Прежде всех этих многих веков. И тебя до сих пор Сердце Бога Отца не забыло, Среди сонма имен, Дорогих дочерей и сынов. На ладони своей Он пасет тебя бережным взглядом, На ладони своей Через трудные годы несет. А когда ты в беде, Он тебе говорит, что он рядом, И в унылое сердце Свет солнца горячего льет. Когда рядом в пути никого, И вопрос не отвечен, Как же выбраться из обстоятельств, Что тянут на дно? Не беда, что людьми Взгляд твой ищущий был незамечен, Ты в ладонях надежных, И это важнее всего. Те ладони тебя не отпустят В предательском жесте И не держат в плену, Ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, На каком замечательном месте Будет кто-то с любовью такой Тебя дальше нести? На ладонях Его Твое имя начертано было, И Его на кресте обогрила Спасителя кровь, Потому сердце Бога Тебя до сих пор не забыло И несет через жизнь на крылатых ладонях любовь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, приветствую вас! Для меня большая радость быть сегодня с вами Баптистская церковь в Америке Она передает приветствие вашей церкви И я только могу сказать аминь на это И я поистине получил большое благословение От времени моего пребывания на Украине И когда я здесь этим вечером с вами нахожусь Это все равно, что вишенка на тортике И то свидетельство Христова, которое услышал я от вас До этого времени, оно было безупречным То, как вы себя ведете, то, как вы одеты Все это мне говорит о том, что вы действуете по замыслу Иисуса Христа И некоторые годы я имел возможность быть миссионером Бог работал над моим сердцем И я теперь являюсь тем, кто я есть Хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями с вами сегодня И Бог благословил вас служителями, пастором, дьяконами Чтобы вы могли восполнять ваши духовные нужды И уже на протяжении приблизительно десяти лет я несу служение в Республике Грузия И то, чем я занимался на протяжении последних сорока шести лет Я насаждал церкви по баптистскому образцу Благовествовать людям, которые живут, скажем так, в общинах Обучать их путям Господа И стараться изо всех сил развивать церкви, чтобы она была похожа на вашу И я уверен, я многим уроком уже смог научиться от вашего пастора Если вы его вдруг не заметите на следующей неделе Знайте, что я взял его с собой Конечно же, я шучу, но я хотел бы, чтобы он поехал со мной Более того, я очень хотел бы, чтобы кто-то поехал вместе со мной в Грузию И, мои дорогие друзья, я хотел бы говорить с вами о мире Божьем И когда мы говорим о мире, мы порой думаем о каком-то военном примирении Но совершенно не это я имею в виду Иногда мы думаем о мире как о том, как два человека Они не ссорятся друг с другом, они примирились Я надеюсь, у вас есть мир друг с другом, но я не об этом хочу говорить Я думаю, есть третий вид мира, и это мир Божий Мы поем такую песню на английском О мир, который дарует Иисус И когда мы просто можем спокойно лечь и заснуть Несмотря на бушующее вокруг проблемы Это значит, что в наших сердцах есть Божий мир И такой мир Иисус хочет, чтобы мы имели в нашем сердце Мир в нашем сердце, несмотря на многие проблемы Мы прочитаем из Евангелия от Луки, 10 глава, 38 стиха и ниже И возвращаемся потом к нему еще раз В продолжении пути их пришел он в одно селение Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его Марфа же заботилась о большом угощении И подошедшая сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне И Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом А одно только нужно Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее Если бы могли представить то, что происходит перед нашими глазами И Иисус приходит в это селение, там где живут Марфа, Мария и Лазарь, которого он позже воскресил из мертвых И они хотели немного отдохнуть, и вот Марфа приглашает их в свой дом Представьте, какая это честь, когда если бы в вашу местность Иисус пришел, а вы ему говорите Приди к нам домой, пожалуйста, вот угощение для тебя И вот Иисус сидит в этой комнате, в этом доме И все ждут, и вопросы готовы ему уже задавать И вот представьте, приходит Мария, садится прямо у ног его Прямо ему в лицо, смотрит и ловит каждое слово из его уст А ее сестра, она готовит большое угощение в это время на кухне Потому что такие люди важные находятся у нее в гостиной Поэтому она заботится о том, чтобы приготовить хороший ужин Она хочет, чтобы все было, так сказать, очень вкусно И как вот бывает, что, знаете, сразу там три кастрюли кипит, там две сковородки на них, что-то жарится И она смотрит вокруг себя и думает Так, стоп, а где же моя сестра? И она видит, вот Мария, оказывается, где она? В гостиной сидит Ну, конечно, она истерику не стала закатывать перед всем, а так аккуратно Иисусу говорит, что, ну, скажи, чтобы она пошла, помогла мне А Иисус хочет Марфу научить очень-очень важному уроку Он говорит, вот 41 стих Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом Вот когда вы сидите здесь сегодня вечером, да? Что происходит в вашем сердце? Продолжаете ли вы беспокоиться в вашем сердце о многом? Вы просто не можете найти себе покоя И очень важно, вот человек, который, вот он, знаете, ворочается на постели, сбоку-набок Ему очень важен мир И Христос говорит, одно только нужно Марфа, вот тебе не надо, вот то остальное тебе не надо, тебе одно только надо А Мария это поняла, и она это выбрала И несмотря ни на что, она это не оставит И Иисус говорит, я у нее это не отниму, не заберу Пусть она дальше сидит и поклоняется мне Может быть, Мария слышала когда-то эти слова Иисуса Христа, который сказал Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас Три слова Придите к Иисусу Возьмите иго Деревянная рама, куда впрягались животные Возьмите вот мое учение на себя То, что я от вас хочу Мы будем идти вместе, совершать труд вместе Придите ко мне, возьмите мой образ жизни Для себя И научитесь от меня Именно это и делала Мария Марфа так этого и не поняла Потому что она вот там на кухне, она суетится Готовы ли вы прийти к Иисусу сегодня И научиться от Него тому, чему научилась Мария Хотите ли вы получить мир Божий в свое сердце Посмотрите, Иисус Когда Он страдал на кресте Как до этого над Ним издевались Рвали Его бороду, одежду, избивали Его И пригвоздили к кресту Все это очень болезненно Но в Его сердце Совершенный мир И тогда, если мы научимся этому миру У Иисуса Христа Тогда, что бы ни происходило с нашим телом Вне нас Все равно, несмотря на это Мы будем иметь совершенный мир в нашем сердце Это ли то, что вы хотите? Вы можете это получить Четыре вора Четыре ошибки Которые мы можем совершить И они Уворуют От нас Мир Божий И вот эти четыре ошибки Они заберут Мир Божий Из нашего сердца Первое Первое Находится в книге Пророка Исаии Двадцать шестая глава Стихи третий и четвертый Это недостаточное доверие Когда вы доверяете Богу Не по-настоящему Это независимы И тогда Вы будете стараться Решить Возникающие вопросы Своими силами вы показываете тогда, что вы больше сами пытаетесь решить возникший вопрос. Мы прочитаем, что написано в Исаии сначала, 26 глава, стихи 3 и 4. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. И эти стихи учат нас доверять Богу всем нашим сердцем. И также Соломон, у которого была мудрость от Бога, он сказал в книге притчей, 3 глава, стихи 5 и 6. Книга притчей, 3 глава, стихи 5 и 6. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Всем сердцем надо доверяться Богу, и не полагаться на свое понимание. Не говорится о том, что у нас не может быть своего понимания. Можно с человеческой точки зрения рассуждать, и вы думаете, что вы пришли к правильному выводу, но себе не доверяйте. И я хочу, просто скажите Господу, я хочу доверять Тебе. Я пришел к какому-то решению, но я хочу в этом довериться Тебе. Одна девушка хотела перейти улицу, в которой было такое движение машин. И она стояла и смотрела на лица людей, которые проходили мимо нее. Некоторые люди, они проходили, они очень торопились. Некоторые люди проходили с опущенными лицами. Некоторые люди проходили с злобными лицами. И она заметила одного пожилого, мужчину высокого, вот он шел. И он выглядел добрым. И она посмотрела на нее и сказала, сэр, а вы можете мне помочь? И он улыбнулся, посмотрел, и она сказала, да, конечно же, что вам нужно? И она сказала ему, вы мне поможете перейти улицу? И он сказал, конечно же. И вот он взял ее за руку, пока вот загорелся зеленый свет, и они перешли. Затем он сказал другу, That little girl trusted me when she wouldn't trust anybody else. И вот эта девушка, она девочка, да, доверилась мне, потому что она никому другому не могла довериться. She had confidence that I would take her across the street safely. И у нее была уверенность в том, что я переведу ее через другую сторону, на другую сторону улицы безопасности. The Bible tells us what the theologians call the double grip. И Библия говорит нам о том, что вот богословы называют the double grip, the double то, что как бы двойное, двойная хватка, может быть, так можно назвать. Jesus told us that he himself has us by the one hand and God the Father has us by the other hand and nobody can take us out of his hand. He's got us safe forever through life. И человек, который уверовал, то его Бог, сын, Бог-отец буквально держит за руку и проводит через жизнь в безопасности. You can trust Jesus Christ. You take your troubles to him and you say, God, I've got these troubles and I don't know what to do, but I trust you. You make me promises in the Bible. You cannot lie to me. God, you said it. Now, please give it to me. Help me. And you trust him that he's going to do it for you. И когда у вас сложности возникают в жизни, то вы можете Богу сказать, Господи, ты сказал это в своем слове. Ты это пообещал. И буквально таким образом Бог вас за руку держит и чтобы вы могли преодолеть. The second area is insufficient prayer. Вторая ошибка, которую может человек совершить, это недостаточная молитва. And that is from the book of Philippians, chapter 4. И находится это в послании к филиппийцам в четвертой главе. Verse 6 and 7. The English Bible tells us, I think we've got it on the board there maybe. И у нас уже появилось перед нашими глазами мы прочитаем с вами филиппийцам 4 глава стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. И Библия говорит, что мы можем возложить все наши переживания на Иисуса Христа. И мы знаем, например, когда молодой человек с мячом на баскетбольной площадке стоит, то этот мяч он бросает буквально от себя, и этот мячик попадает в корзину. И если бы мы так себе представили, что наши проблемы могут иметь такую форму мяча, которую мы просто берем и пасуем, отдаем от себя Иисусу Христу, и Он забирает их от нас. И тогда Он сможет помочь вам навести порядок в ваших проблемах. Но это значит, что вы довериться Ему должны. Если вы таким образом возлагаете на Него свои проблемы, но не доверяете Ему, что же это тогда значит? Это значит, вы взяли от него после вашей прессии, и вы still have them in your heart, и вы walk away, и вы still got the troubles. Это значит, что после молитвы вы эти проблемы обратно себе берете, и опять ходите с этими проблемами. Но очень важно, чтобы мы ожидали того, как Бог несет свое решение в нашу ситуацию, когда мы отдадим Ему наши проблемы. И этот стих говорит, когда мы имеем достаточно доверия и достаточно молитвы, мы можем иметь мир Божий. Мы должны молиться о всем в нашей жизни, потому что Он молится о нас. И Он не хочет, чтобы мы с переживаниями ходили в нашей жизни. И Он хочет дать этот мир нам как свой дар. И Он хочет дать свой мир, и говорит, вот этот подарок, и Он превыше всякого ума, сверхъестественный. Всякое понимание превышает этот мир. Люди могут удивляться и говорить, ну как это, у вас столько переживаний в жизни, а вы выглядите таким спокойным. И вы не можете это объяснить, это превосходит всякое понимание. И все это происходит потому, что вы говорите Господи, это не моя проблема, я отдаю тебе, ты ее решай. Неверное мышление, это третья ошибка. Недолжное мышление, вот 4,8 здесь же филипийцам написано. We'll read that for you now. Jesus is here giving us a thinking list. И здесь буквально нам Христос дает такой список о чем думать. Что происходит с нами, с нашим мышлением? Our imagination takes control. We think, oh, if this thing happens, then this other thing is going to happen, and if that happens, man, I've had it. И тогда вот это воображение рисует картину, и мы говорим тогда себе, oh, а если вот это, то тогда вот это может произойти, а затем вот это. Называется эта игра «Что если». И все, и наше воображение как правило подсказывает нам самый худший сценарий. Но Библия говорит нам, чтобы мы всякую мысль приносили и подчиняли Иисусу Христу. Когда неправильное мышление завладевает нами, грешные мысли, переживания, беды, неважно, но это все неправильно. А тогда Бог говорит, чтобы мы это пленяли. И очень важно, чтобы мы вот эту мысль, мы не давали сатане возможность, так сказать, разгуляться, но эту мысль, которая нас пытается сбить с толку, чтобы мы ее пленили и, так сказать, посадили в тюрьму. И тогда вы принимаете вот это волевое решение и говорите, что я не хочу об этом думать. Меня это больше не интересует. А soon as that thought, whatever it is, comes into your head, you need to do this. You need to say, I am not going to think about that, I'm going to think about a Christian hymn. Например, вы можете сказать, я не хочу об этом думать, что мне предлагается навязчиво, а я хочу вспомнить какой-то христианский гимн, песню. We have a hymn in English that I love. It's beneath the cross of Jesus. And the hymn goes on to talk about looking at Christ on the cross there and having his eyes look at you and your whole psychic, your whole everything is taken up with him and you can't think about anything else and he gives you his peace and there's a relationship established between you and Christ. If you have your worries or your troubles or the sin that's trying to get you and it's trying to get into your head to make you concentrate on that if you deliberately say no I'm not going to think of that I'm not going to think of that no I'm going to think about Jesus Christ and you start singing in your heart making melody in your heart I'm going to sing beneath the cross of Christ or whatever your favorite hymn is if you continue the sinful thought or if you continue the worry thought you're going to be worried you're not going to have peace insufficiency trust insufficient prayer improper thinking improper thinking improper living from verse 9 here in Philippians 4 here in verse 9 here in we read Philippians 4 here in verse 9 so the apostle is telling us here the things you have learned you've learned a lot of things from your pastor and from this church you received it you believe it it's true everything you've heard here you know that it is the truth of God it's not a lie you've heard it it's come into your ears and into your head you received it it means you believed it it went in your ear in your brain you understood it it went down into your heart you believed it this verse tells us what you've learned received and heard and seen in me do these things and the peace of God will be with you James wrote to us don't be hearers of the word of God only be doers of the word of God see God does his part he gives you a church he gives you a pastor he gives you instruction the leadership of the church gives us an example they live they're not hypocrites they live what they teach you know what the hypocrite is it's a theater term from Shakespeare's day it was one actor who had two masks a happy face and a sad face when he was to portray somebody sad he held up the fast sad face in front of him when he was to portray somebody sad he held up the fast sad face in front of him one man one man with two masks 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 if you're a hypocrite what does it mean and if you're a hypocrite what does it mean it means you come to church and you sit with your halo your good clothes your smile you're such a nice Christian oh yes everything's good it means you come to church and you буквально так сказать нимб над головами и вы всем ну так сказать нравитесь и все очень хорошо да думают о вас все you go home you go through the front door а приходите домой открываете дверь you grab hold of that halo and throw it on the coat rack ну и вот это вот нимб над головой вы снимаете и потом рога появляются oh daddy's home now yeah everybody better be careful daddy's here вот папа домой пришел и всем надо бояться no you've got to be a Christian in your home нет нужно быть христианином и дома why do we take advantage of the people we're closest to the people we love почему бы so it's irony yeah it is yeah it's hypocritical here we're one thing at home we're something else это знаете мысль лицемера какая почему бы мне не воспользоваться людьми вот которых я люблю да которыми дорожу Jesus was kind and good all the time you need to work on your character you need to work on your Christian growth you need to become a doer of the word of God и поэтому очень важно чтобы мы росли в нашем христианстве и были исполнителями слова if you trust the Lord and you pray about your troubles если вы доверяете Богу и молитесь о ваших бедах and you control your thinking и вы контролируете ваше мышление and you practice the presence of God in your life и вы практикуете присутствие Бога в своей жизни you realize that God is he's right here in this room he's invisible but he's here he said when two or three of us he's here и вы понимаете даже если я Бога не вижу все равно все равно он здесь находится рядом со мной и здесь с нами прекрасные дети находятся и мы любим наших деток если бы я сказал бы вот дорогая моя смотри вот здесь вот лежит ручка и ты можешь в этой комнате касаться всего мне, ну, мне все равно но одного ты не можешь касаться это вот этой ручки и я бы вышел и посмотрел бы в замочную скважину как бы вы думаете что бы я увидел ребенок подойдет и коснется ручки потому что они не научились послушания когда Бог говорит не делайте чего-то Сатана вот Сатана он как Еве лгал Бог не заботится о вас и Бог вот на самом деле не желает вам добра и вообще кто такой Бог чтобы вам говорить что делать что не делать и таким образом грех вошел в этот мир через одного человека Ева была обманута а Адам нет Адам принял решение своим разумом he thought from Satan's deception who does God think he is I can make up my own mind what I'm going to eat and what I'm not going to eat что мне Бог указ что ли я своим разумом могу рассудить есть мне вот этот плод или не есть и посмотрите что это стоило ему просто его выбросили из сада Эдемского и в мир пришел грех и Сатана одержал большую победу не дайте Сатане разрушить вашу жизнь и доверяйте полностью Богу вашу жизнь и вы научились и учитесь дальше этой молитвы не просто такой искусственной просто знаете так вот чтобы сказать что-то а той молитве когда вы поистине общаетесь с Богом не фокусируйтесь на ваших вот этих мыслях беспокойствах ваших не дайте ими овладевать вами и фокусируйтесь на истине Божией на тех песнях христианских которые мы поем здесь в церкви и дьявол убежит от вас когда мы будем воспевать Господу в сердцах наших в сложные времена потому что вы сопротивляетесь таким образом ему и тогда вы будете практиковать присутствие Иисуса Христа в вашей жизни и не будете вы злого касаться в вашей жизни и тогда мы будем исполнителями Слова Божьего а не просто слушателями вы можете избрать так как избрала Мария если бы я был Марфой я бы сказал бы кому-то ну слушай сбегай в магазин принеси что-нибудь поесть я хочу тоже присесть и слушать Иисуса но она сделала неверное решение и вот эти все проблемы ей овладели а Мария сидела с миром в сердце и слушала поэтому будьте разумны поэтому будьте разумны сделайте тот выбор который сделала Мария и сделайте это сегодня пусть Бог вас благословит помолимся помолимся и мы Господи дети Твои и мы любим Тебя Господи Сатана пытается нас обмануть как он Еву обманул но мы так хотим доверять Тебе всем нашим сердцем всем нашим разумением дорогой Отец мы хотим следовать за Тобой в точности мы так хотим беседовать с Тобой как дитя с родителями потому что мы дети Твои мы хотим практиковать Твое присутствие зная что Ты всегда с нами и Ты не оставляешь нас молю за каждого человека в этой комнате помоги нам Ты помнишь Ты знаешь что мы люди Ты сделал нас из праха земного и мы не очень сильны но привлеки нас к Себе привлеки нас чтобы мы взяли Иго Твое на себя и были подобны Тебе Ты учишь нас чтобы мы научились от Тебя Господи Ты обещал дать свой сверхъестественный мир help all of us Lord to follow your word that we can have this blessed peace that Jesus gives благослови следовать чтобы нам получить тот мир который Иисус дает If anybody if anybody still does not know you as Savior Lord please may they be burdened to come and speak to pastor and get this thing settled so they can be with us forever in heaven we ask in Jesus name we ask we ask about this in Jesus Christ Amen Thank you friends in Jesus Много столетий верили они, Что придет Сын Божий, Что придет во славе, И наступит Сарство Бога на земле. Он придет, скоро Он придет. Приготовьтесь к вечер, Освятите сердце, Расскажите ближним, Скоро Господь придет. Мы, христиане, в веке двадцать первом, Тоже с надеждой глядим в небеса. Верим, что придет Он, Верим, что уж скоро Мы увидим в небе Бога своего. Он придет, скоро Он придет. Приготовьтесь к вечер, Освятите сердце, Расскажите ближним, Скоро Господь придет. Скоро Господь придет. Он придет, скоро Он придет. Приготовьтесь к вечер, Освятите сердце, Расскажите ближним, Скоро Господь придет. Приготовьтесь к вечер, Освятите сердце, Освятите сердце, Расскажите ближним, Скоро Господь придет. Давайте все вместе еще прославим Бога пением И споем номер 699 «Пусть Иисус моим сердцем владеет» «Пусть Иисус моим сердцем владеет» «Быстрых чувствах и шоку живет» «Больше любви ведь никто не имеет» «Лем лишь покой мое сердце родит» «Он озноботится, полно добиться, В радость проситель навек он со мной, Он обещал никогда не погибну, Бури не страшны стремлюсь я домой, Он обещал никогда не погибну, Бури не страшны стремлюсь я домой, Христос Иисус напал в непобеду, мощною мою оковы распил. Сила любви во гнету сокрушила, мира и дыр мою душу излил. Полно заботиться, полно ловиться, радость спаситель навеку со мной. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Если в варенье душой основею, он лишь один, злой друг укрепи. Прям я плодом очищения имею, силу и радость в душе он горит. Полно заботиться, полно ловиться, радость спаситель навеку со мной. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не покинуть, бурень и страшный стремлюсь я домой.